Добрый день, уважаемые телезрители! С вами ваша любимая вечерняя передача Чрезвычайные происшествия И я, ваш бессменный ведущий Олег Добрый вечер! Уважаемые телезрители, сегодня с вами и со мной Здесь в студии уникальный гость И вместо долгих предисловий Давайте позволим нашему гостю представиться Представьтесь, пожалуйста, расскажите, кто вы и откуда Здравствуйте, меня зовут... Катя, давайте, я предпочитаю больше всего псевдонимы Называйте меня антибиотиком Я являюсь действующим хирургом Заведуюсь в своей частной клинике в одной из деревень В самом начале до нашего интервью вы говорили, что смогли попасть на территорию печально известного поселка Черноборья Расскажите, как вам удалось это? Я связался со своими... Со мной, можно сказать, связались мои старые клиенты Сказали, что я в Черноборе найду много чего интересного Меня эта мысль заинтересовала Мне пришлось связаться с одним мужиком Старость-то пусть было У нас с ним был договор, что я помогаю ему в медицинской помощи Ему и у нескольких там людей, которые вам продвигались сюда Взамен он помогает мне проникнуть на территорию этой деревни А вы, получается, проникли до известного, опять же, всем землетрясения или после? Давайте я вам так скажу Только дурак не увидит рыбу в чистом водоеме Видимо, водоем был очень глубокий Поэтому, расскажите, пожалуйста, что вы увидели там в деревне? Ну, я увидел беспомощность людей Что люди там не стоят дороже тушенки или макарон Можно даже купить запачку соли Они сделают все, что угодно Что я увидел? Я увидел, можно сказать, даже это не деревня была, а полигон В котором испытывались оружие или что-то Я не могу вам точно это сказать Что еще могу вам сказать? Ну, там есть военные, есть власти, есть военные компании Которые явно что-то пытаются скрыть от глаз людей Но это пока у них выходит очень-очень плохо Госкомпании, корпорации Первая на ум приходит, опять же, достаточно известная компания Мир Скажите, пожалуйста, было ли присутствие в поселке Черноборье данной компании? Я не буду вам говорить точно, что компания Мир во всем замешана в этом происшествии Один человек не сварит для своего коллектива суп Нужно несколько людей для этого Поэтому я могу вам уверенность сказать Что, скорее всего, Миру или помогли сделать В Черногории небольшое ЧП Или какие-то конкуренты им помешали В каком-то научном эксперименте Что все пошло вверх кармашками Но я не буду говорить, что мир там совсем не замешан Отнюдь Мир присутствует А какой процент ее там Можно сказать Роли в этом во всем Этого я не могу вам точно сказать А что там произошло? Корпорации, военные Не важно, кто замешан А что случилось? Давайте я вам так скажу То, что там произошло Корпорация просто заигралась с Богом Хотя надо было играть с дьяволом в этом случае Видимо, был вступил госконтракт Миру На какое-то лекарство Как вам, извините меня, суд вам в уши Поэтому Государству не нужно было ничего Как бы вам сказать Им нужно было то, что сохранит их власть Что нужно для контроля власти Голоса избирать Или праздник Материнский капитал повышать Да нет, им нужно оружие Оружие, которое они будут задавать лишних вопросов Скорее всего, корпорация этим и занималась А прикрывалась какими-то бумажками Что создает лекарства Многие сравнивают данную катастрофу с Чернобылем Что там тоже эвакуировали людей И подскажите Была ли там какая-то радиация Ведь шахты там, возможно, радиоактивны Или были вообще какие-то взрывы на территории Было очень много непонятных факторов Которые двоенные в том числе Не могли нам объяснить Может быть, вы проясните ситуацию Давайте не будем сравнивать Две разные ситуации Насчет Чернобыля То, что произошло в Чернобыле Всем известно, что люди хотели Придвысить науку Хотели новых результатов То, что произошло в Чернобыле Это просто Как бы вам сказать Они опережали свое время Они хотели получить то, что еще не нужно было Знать человечеству Чего они хотели получить Ну, скорее всего, я вам скажу Это не для людей было создано А для определенных лиц Как конкретно они хотели это сделать Ну, это я вам точно тоже не могу вам сказать Знаю, что испытывали на людях Которые находились в этих деревнях Поэтому как-то так То есть, получается Вы видели там Людей из Черноборья Оставшихся в живых Да, я видел Также вы сказали сейчас Что корпорация Мира В какой-то степени присутствовала там То есть Можете ли вы точно сказать Что там есть Лаборатория корпорации Мир Да, я могу вам точно сказать Что там есть Лаборатория корпорации Мир Это лаборатория необычная Которая показывают на презентациях Те же самые корпорации Это лаборатория военного плана Она охраняется частными военными компаниями Которые также спонсируют Мир эта компания точнее тем это лаборатория она охраняется очень хорошо она скрыта лишних глаз поэтому я могу вам точно сказать что данный момент на черноборе просто произошел какой-то чипы именно на этой фабрике чего что началось черноборье скорее всего что-то вышел наружу и человека или пытаются как-то скрыть от власти но давайте начистоту любые утечки всегда протекает поэтому власть в курсе что там произошло поэтому вы сейчас можете наблюдать кучу военных хотя они там на самом деле как пушечное мясо что они там пытаются скрыть я вам тоже не могу рассказать вы сказали что точно видели лабораторию возможно кто-то из сотрудников тоже выжил после этого инцидента и вам удалось может быть с кем-то пообщаться узнать с бывшей сотрудницей корпорации мира мы с ней работаем над одним проектом можно сказать над частным нашим проектом мы ни на кого не работаем скорее всего наш проект поможет как-то или властям или чувакашникам мировцам мы еще не знаем кому не помогать как-то устранить или помочь ускорить этот процесс по устранению этого небольшого чп подскажите доктор все-таки антибиотик нам есть чего бояться и что ждать бояться вам ничего не стоит на самом деле сама область этой деревни находится под контролем она находится под изоляцией вам не стоит ничего переживать никакая радиация никаких там страшных вирусов или еще какой массовое оружие не повлечет никаких бедствий для окружающих деревень и городов то есть вы хотите сказать что там есть и то и другое радиации смертельный вирус я просто помог сузить круг убийства населения нет там нет радиации там нет никакого такого страшного оружия произошел сбой этот сбой пытаются устранить но пока получается так себе но попытки идут спасибо большое уважаемый доктор за ваше интервью также большое спасибо вам дорогие телезрители что смотрите нас всегда очень интересные гости в программе чрезвычайные происшествия с вами я ваш бессмерный ведущий олег до новых встреч